всем привет дорогие друзья с вами кекс и сегодня у меня на кухне витает очаровательный аромат пряности и специй так как в преддверии новогодних праздников дня святого николая рождества нового года принято печь пряничные домики этот пряничный домик который вы видите у себя на экране я пекла в прошлом году он стоял в киеве на площади был дом святого николая и он стоял на выставке около месяца и по новостям показывали в общем этот домик был в прошлом году в этом году я буду опять печь пряничные домики наверное не один а 21 как я уже говорила мне мама работает детском саду детский сад для красоты и аромата и просто для деток что посмотрели может даже потом попробовали кому можно будет так как не всем можно мед этот пряничный домик еще один будет у меня для родителей под новогоднюю елку так что давайте мы с вами приступим и вы сможете сделать очаровательный пряничный дом и еще много-много пряников для себя вы видите я уже достала мед этот мед очень вкусно пахнет но он у меня с лета остался это мне родственники передавали мед и он у меня стоял на холоде поэтому очень засохрился весь я в этот раз буду делать так два пряничных дома буду тесто делать в два раза больше вы видите рецепт у себя на экране и я его потом еще в описании видео приложу к вам чтобы вы могли у себя переписать и посмотреть а я буду делать его в два раза больше то есть всего всего два раза больше здесь у меня триста сорок грамм меда так как он у меня сильно засохрена я его поставила на 30 секунд микроволновку у меня стенки разошлись как бы стали мягкие и я его спокойно смогла выкинуть в кастрюльку следующим делом я добавлю туда сахар и все свои очаровательные специи которые будут благоухать у нас и когда будет печься и когда это тесто у нас будет готовиться в общем я очень очень обожаю это все первое что я сделаю у меня кофе кофе этот если не ошибаюсь у меня был якобы смеликана вот и он такой порошковый если у вас такой более обязательно растворимый кофе не заварной если у вас кофе такими как я не знаю как это объяснить большими такими штучками не порошковый то его нужно замочить и и разбавить одной столовой ложкой кипятка тогда она разойдется и собственно тогда добавить в мед сейчас я засыпаю все свои специи в два раза больше чем написано меня в рецепте и потом я добавлю сахар все это нужно будет поставить на огонь я дальше по видео вам все расскажу и подробно покажу сразу скажу могут быть люди которые скажут что вот мед греть нельзя мед греть там что-то вредное появляются какие-то проблемы ну не знаю у меня бабушка всю жизнь пекла себе медовые пряники чай в чай горячий мед ложила и феврале месяце ей 90 и о том что вот может быть вредным она понятия не имеет поэтому я не считаю что это может быть чем-то очень смертельным вот я поставила на плиту свой мед на средний огонь и жду пока мед растворится и начнет таять сахар там у меня внутри извините что все время попадает моя тень потому что чаще всего и коржи свои и вот как тесто на медовый пряник я делаю ближе уже к ночи вечером и поэтому всегда у меня попадают от лампочки моя тень прошу уж и меня простить вот но я постараюсь вам объяснить что все было понятно видите уже мед мой разошелся но сахар еще тает не начал то есть я все равно это добро подогреваю нам нужно довести эту смесь до кипения не кипятить а увидим первые пузырьки тогда нужно снять я вижу что у меня появляется пенка такая то есть начинает мой мед хорошо разогреваться и расходиться сахар я никогда не кипятила и если честно я немножко в этот раз ошиблась так как и я же говорю я варю двойную порцию и я всегда варила одинарную до этого потому что даже одной порции очень намного пряников хватает и тогда у меня этой порции хватило на весь пряничный дом поэтому вам советую делать одну но так как у меня двойная я немножко не рассчитала с кастрюлькой и у меня там ну вы собственно увидите когда она у меня пойдет через верх ну пока не будем об этом не будем в моих проблемах главное чтобы у вас все получилось я довела свой мед до кипения первые пузырьки пошли я сняла все с огня и теперь я добавляю двойную порцию соды в рецепте указано 2 у меня двойная порция собственно я добавляю 4 чайной ложки без горки я обязательно струшиваю видите об стенку я стукиваю струшиваю верхушку горки то есть чтобы не было у меня я начинаю перемешивать и масса начнет обязательно сильно пениться то есть мед реагирует содой как бы гасит ее как уксус или как шоколаде гасится сода и она начинает сильно пениться когда я делал на одну порцию в этой кастрюльке у меня абсолютно отлично все помещалось в этот раз просто вы видите под самые горки я сразу в кидаю когда начинает сильно сильно пениться я в кидаю туда масло масло у меня сразу из холодильника я его немного нарезала кусочками обычно масло гасит немного эту всю реакцию и перестает она подниматься уже поэтому я вкинула и начинаю так как масса горячая растворять наше масло там внутри почему масло я беру именно из холодильника потому что следующим этапом мы будем вводить яйца и если масло из холодильника оно хорошо остудит нашу массу в общем поэтому не нужно заниматься тем что масло положить по комнатную температуру то есть это все нам не нужно но я так отлично в горячей смеси все разойдется масло я тоже положил 260 грамм двойную порцию вам нужно 130 если вы на одну порцию делаете советую все-таки начать с одной порции этого будет с головой чтобы моя масса еще чуть-чуть остыла я ее отставляю буквально на 5-7 минут еще и этим временем займусь приготовлением других процессов у меня вот такой вот мерный стакан я вижу там у меня есть мерчка полкило муки нам нужно 550 грамм на одну порцию я в своем случае белорук кило 100 отмеряю два раза по полкило а потом 100 грамм досыплю уже отдельно то есть у меня здесь нету мерочки там чтобы писать грамм отмерить по чуть-чуть поэтому я лучше просто ситечком чуть-чуть возьму себе на глаз сколько мне нужно будет для подпыления на поверхность уже когда буду вымешивать тогда я добавлю самое важное нам надо муку хорошенько просеять и смотрите не нужно не придумывать велосипед тут ровно 550 грамм на одну порцию это самая отличная пропорция нашего теста тесто получится очень мягким вы это увидите но в процессе застывания тесто получится довольно плотным вам надо учитывать такой момент этому тесто нужно хорошо и долго полежать минимум 12 часов лучше всего сутки поэтому я это тесто делаю вот сейчас вечером и завтра вечером я уже начну печь стенки нашего пряничного домика в этом видео я вам покажу именно рецепт полностью тесто а сама вечером пойду делать чертежи своего пряничного дома вырезать отдельные стенки и все остальное чтобы завтра вам уже отснять новое видео и показать как я уже буду заниматься выпечкой своего пряничного дома а потом я и покажу как я его буду собирать то есть смотрите не пожалейте очень интересно и очень в тему к новому году я сразу отмеряю и муки чтобы потом подпылять 500 грамм я всыпала сразу в мисочку и 500 отставила себе ковшики сейчас я добавлю яйца в свою массу она у меня вот я ручкой уже потрогала сбоку то есть уже не очень горячая если она меньше 70 градусов то яйца уже там не свернуться белки не свернутся поэтому я ручкой потрогала что уже она не очень меня горячая и поэтому спокойно ввожу яйца одно и второе яйцо то есть у вас будет это одно яйцо если вы варите на эту порцию все это хорошенько перемешиваю вы видите масса у нас стала из-за соды очень легкой и такая пузырчатая то есть у нас нету тяжелой медовой такой сиропной массы у нас именно пенистая такая приятная масса которую мы сейчас и будем уже из которых делать собственно наше пряничное тесто еще скажу что когда специи подогреваются с медом они начинают пахнуть очень вкусно некоторые еще по вкусу добавляют измельченную гвоздику я гвоздику не люблю поэтому я добавляю только корицу и имбирь и это очень 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 вкусно просто я обожаю эти пряники их любят все даже мой папа который в принципе не ест мед очень любят эти пряники я выливаю всю свою массу взяла посуду чуть чуть побольше обычно мне достаточно немного добавить муки туда в кастрюльку но сейчас у меня нету там места в этой кастрюльке чтобы туда что-то добавить поэтому я сейчас добавляю это побольше в такой миске но она тоже вы видите полная но это не сыграет нам роли нам нужно вместе внести вначале половину нашей муки и и хорошенько перемешать и не потом добавить еще муки ровно столько чтобы мы могли наше тесто выложить на доску на который мы уже будем подмешивать руками муку и это тесто у нас не убежала никуда то есть чтобы она у прям быстро быстро у нас не потекло она останется вначале очень мягким поэтому не переживайте сразу тесто будет у вас суперская отличная я думаю вам очень понравится если вы попробуете вы видите я подсыпала еще где-то половину муки и вмешиваю это все аккуратненько здесь большой плюс что я не переживаю что тесто у меня падет упадет или еще что-то с ним произойдет наоборот тесто надо хорошо отлежаться между собой чтобы мука пустила клейковину то есть это тесто такое очень нежное приятное пластичное с ним очень приятно работать и если у вас есть детки с ними можно там какие-то звездочки по вырезать и украшать это можно глазурью тоже с детками но это очень хорошо к новому году очень такая тематическая атмосфера витает в воздухе когда вы это делаете поэтому обязательно попробуйте я думаю вам понравится я смотрю мое тесто уже густеет то есть муку она впитывает она очень хорошо втягивает себя муку очень быстро увлажняется и не нужно его долго месить вот поэтому смотрите она уже стала у меня довольно тугим я частенько вымешиваю именно деревянной ложкой так как я уже говорила тесто любит дерево поэтому частенько это делаю деревянной ложкой сейчас я просеиваю муку довольно широко вы видите рассеиваю по поверхности потому что я буду в центр высыпать свое тесто и мне надо так чтобы она у меня не сильно заползала за края моей муки тогда мне будет удобнее с ним работать потому что на месте где есть мука тесто там не пристанет у вас ни к столу ни к доске смотря где вы будете вымешивать я быстренько стараюсь выбросить мое тесто на поверхность потому что вы видите она все равно такое вязкое и начинает немного течь по бокам поэтому я делаю все очень быстро и не дожидаю чтобы она у меня улезла за баком моей муки снимаю все вкусности с ложки в видите там где мука она отлично прям приятно приятно с ним работать она такая мягкая нежная и с ним очень хорошо дружить но вы видите она такой прям играет в ваших руках скидываю все остатки из пальчиков со своих и дальше продолжаю вымешивать свои нах к тесто замешивая туда муку муку она впитывает очень быстро и очень хорошо не переживайте то есть я же говорю это не самое лучшее тесто пряничное с которым не приходилось работать есть девочки делают не на миду а на патоки потому что боятся вот этих вредных веществ меда которых я уже говорила в которой я не сильно верю тогда тесто получается очень липкая я один раз попробовала потому что у меня был такой заказ была аллергия на мед у человека поэтому мне не очень понравилось с ним работать на миду тесто намного приятнее эластичнее и просто с ним очень хорошо работать я уже как говорила вам что я досыпала отдельно муку потому что я вначале сыпала только килограмм поэтому я ситечко немножко еще притрусила муки на рабочую поверхность сниму пожалуй я со своей тарелочки остатки своего теста которое у меня осталось тут еще осталось наверно на целый пряник вот все вкусности и все все надо снять все надо оставить я лучше сделаю еще пару несколько пару пряничков отдельно маленьких чем оставлю тесто просто так на выброс очень вкусно я лучше скушаю это сама эти прянички если вы украсите и сделайте в них дырочку можно повесить на елочку их можно упаковать пакетики дарить родственникам сейчас это очень популярно пряники сейчас делают всегда и на свадьбы и на торжества и на работе у меня был заказ там где заказывали для сотрудников целый набор чтобы одинаково было поэтому пряники сейчас популярны я думаю они будут этот рецепт вам понадобится не только к новому году а и в повседневной жизни то есть такие и заказы могут быть и вы просто для себя можете сделать собственной я уже вмесила за это время пока разговариваю уже всю свою муку сейчас мое тесто нужно упаковать пленку и чтобы она у меня отлежалась как я уже говорила 12 часов или сутки сейчас наверное немножко вот вы видите тесто жидкое оно еще такое как текучее такое вообще мягкое мягкое не переживайте все в порядке немножко припыли наверное основа мукой чтобы положить свои тесто она мне не пристал потому что она все равно немного липкая это все-таки мед поэтому положу и сейчас это все добро упакую в пленку уберу в холодильник я вам покажу сейчас через пару часов какое у меня тесто чтобы вы не переживали что я вас обману что у вас получилось жидкое тесто и вам будет неудобно с ним работать я вам сейчас покажу я сняла кусочек видео там перед тем как ложиться спать буквально мне тесто полежала в холодильнике часа два наверное то есть он у станет еще плотнее собственно смотреть вот мое тесто через два часа в холодильнике оно уже довольно такое тверденькое я бы сказала поэтому вы видели я его таким пластом положила чтобы его удобно было отламывать не кругляшком оно уже не тянется а ломается и вот вы видите с ним удобно работать довольно сложно его вот так вот раскатать я придавливаю делаю усилия руками то есть его будет удобно раскатать скалкой и вырезать в него что-то тесто ароматное вообще очень вкусно пахнет собственно вы можете сделать это тесто а завтра я уже покажу как я буду его лепить постараюсь это видео тоже выложить завтра в крайнем случае послезавтра и уже покажу как я буду вырезать свои стенки и печь так что пробуйте с вами был кекс кому понравилось мое видео ставьте пальчики вверх буду рада если была для вас полезной пока пока